Остры! Будем благодарны Богу в день воскресный. Рад вас всех приветствовать, кто пришел в Дом Божий. Самая лучшая часть и прекрасная доля у христианина быть в Доме Божьем, слушать его голос, повиноваться Богу. Да скажет ныне Дом Израилева, ибо вовек милость его. Да скажет ныне Дом Ааронов, ибо вовек милость его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость его. В тесноте возвал я Господу, и Он услышал меня, и на пространное место вывел меня. Господь за меня! Слава Богу, братья и сестры! За нас Господь! И когда мы все правильно делаем, и когда мы в Духе Христовом и в Духе Божьем поступаем, Он всегда за нас, и Он радуется нашим духовным успехам, когда мы правильно ведем свой образ жизни, доверяясь и полагаясь только на Господа. Пусть Бог нас благословит. Начнем с молитвы. Попросим милости у Господа и Его благословения. У нас будет две проповеди, потом молитва за именинников, молитва за деток. Помолимся. Пусть Бог благословит нас. Пусть Бог благословит нас. И что, сухое благословит нас. Пусть Бог благословит нас. им обладать. Вечно я буду без торжествов. А в Иисусе зима мое вечно я буду без торжествов. А в Иисусе зима мое твердо я верю в счастье того, как я отдался дитя я его и наполняет сердце мое. В нем нахожу я в нем и питье. Вечно я буду без торжествов. А в Иисусе зима мое вечно я буду без торжествов. твердо я верю сильной рукой он простирает свой плен надо мной. что б не случилось радость иду вечно со мною я буду без торжествов. об Иисусе я буду без торжествов. зима мною дать, что б тебе я сердце отдал я бы умолялся и возрастал вечно я буду вечно я буду без торжествов. об Иисусе зима мною вечно я буду без торжествов. об Иисусе Тысячи звезд ожидают рука Твоя, Господи, сила Твоя всю вселенную держит хранить, и на земле все тобой существует и движется. милость Твоя все объемнет, питает, живит. верую, 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 верую на все времена людям дарована верую, 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 верую на все времена а а а а а а и и нам безконечную благость твою и м а а и она а а а а И верую, верую, верую на все времена. Людям-то нового вечная одежда одна. И верую, верую, верую на все времена. Щедрой рукою Всердышнего нам вера дана. Мы обращаемся к ясному небу с молитвами. Просим, Господь, нас как пастырь веди и храни. Беда скорбя, и Деяне плоди, дай быть верными. Образ твой в нас сам отцовской рукою твори. Верую, 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 верую на все времена. Людям-то нового вечная одежда одна. И верую, верую, верую на все времена. Щедрой рукою Всердышнего нам вера дана. Слово Твоё – это праведно истинный рассыпи. Будрость и смерть непрестанно мы черпаем в нем. Верим, что ты ожидаешь искупленных вечностей. Верим, что там мы в блаженство и мир обретем. Верую, 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 верую на все времена. Слово Твоё – это праведно истинный рассыпи. Благословен Бог и Отец Господа нашего и Спасителя. Иисуса Христа, который по великой милости своей дарует нам эту возможность сегодня, в этот воскресный день, в этот прекрасный час, быть пред Его лицом и обратиться к Его Слову. Мы можем сегодня вникать в Его Слово, потому что это еще время благоприятное, это день спасения, как написано, знаете, в Откровении, что «И дано было ей время приготовить себя, облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Дорогие друзья, позади нас, прошедший год, 2014 год ушел в вечность, больше никогда не вернется, и, оглядываясь назад, мы можем испытывать самих себя, проверять, как мы прожили этот год, какие плоды мы приносили нашему Господу, радовали мы Его или огорчали, оскорбляли Его своими помышлениями, своим нетерпением, как написано, не оскорбляйте Духа Святого, не огорчайте Его, всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоба, злоречия со всякой злобой, да будут удалены от вас. Дорогие друзья, каждый может испытывать себя. И, вы знаете, когда-то я читал одного мужа проповедь, он рассказывал, что у них был трезвый христианин такой, богобоязненный, который всегда оставался спокойный, доверял Богу, и сердце было его горящее для Господа, билось для него день и ночь. Он был очень трезвый, я его, говорит, как пастор, я его очень ценил, уважал. И однажды он мне говорит, где там, вчера висели два слова, говорит, над дверями, когда выходить из собрания. Куда они делися? Он говорит, не было там слов. Он говорит, были, я видел точно. И одно было, говорит, написано слово испытывайте, а второе исследуйте. Я, говорит, опять говорю, да нет, мы не вешали там таких слов, и нету ни следов отклея, ни гвозди, ничего. Он говорит, ну я точно видел, я точно видел, там были вот эти слова, испытывайте и исследуйте. Я пожал плечами и пошел домой. Пришел домой, говорит, взял Библию в руки и просил Бога говорить ко мне. И когда я открыл Святое Писание, открылось ему Коринфянам, второе послание, 13 глава, и там, по-моему, 10 стих, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус вас, разве вы только не то, чем должны быть? И так, говорит, это были те самые слова, которые мне брат говорил, что были там написаны. Ему Бог дал открытые очи, он увидел. Другие не видели, или вы знаете, но, знаете, Господь всем нам это оставил слово, чтобы мы испытывали себя, исследовали себя. Апостол Павел написал также Тимофею, вникай в себя и в учения, и занимайся с ним постоянно, ибо так поступай, говорит, спасешь и себя, и слушающих тебя. Вы знаете, я думаю, нам очень важно всегда заглядывать в свое сердце, что там происходит. Любое дело, которое мы делаем, доброе то или худое, мы можем заглянуть в свое сердце и видеть, что там происходит. Сердце – это такое творение Божие, которое спрятано от глаз всех людей. но мы, люди, сами себе можем заглянуть в свое сердце. Вы знаете, иногда, когда ты делаешь даже доброе дело, доброе дело, но ты можешь заглянуть в свое сердце и проверить, а почему я это делаю, доброе дело? Почему я это делаю? Какой мотив? Вы знаете, у наших добрых дел бывают злые мотивы или неправильные, греховные мотивы. когда мы хочем прославиться там как-то, чтобы о мне хорошо подумали, чтобы меня похвалили и много-много другого. Вы знаете, но именно Господь Духом Святым когда-то сказал через пророка «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено, и кто узнает его? Я скажу так, что даже порою мы сами не можем точно увидеть, что в нашем сердце. Бывают такие, что мы даже себя, свое сердце не способны увидеть, что в нем происходит. И поэтому такие мужи Божии, как Давид, муж по сердцу Божьему, о котором Бог сказал, что он исполнит все хотения мои, все желания мои, молится, говорит, «Испытай меня ты, Божий, испытай и узнай сердце мое ты, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вы знаете, это самое правильное, когда мы приходим к Богу и просим Божия, испытай меня, проверь ты, покажи мне то, что во мне. и вы знаете, это не очень приятный процесс. Мы можем это просить, желать этого, но дело, когда дойдет до дела, мы можем кричать, «Господи, хватит!» Я это переживал, я знаю, что я говорю, но это нужно, дорогие друзья. Если мы здесь на земле не пройдем вот этот огонь очищения, эту переплавку, то мы будем гореть в вечности, там, где будет плач и скрежет зубов, и где будет поздно плакать. Я помню, как-то читал журнал «Вера и жизнь», и там сделали такой пример, что во время Великой Отечественной войны, там где-то на Украине, когда было немцы, бомбили все, там была синагога одна, она до этого пришел огонь и там она сгорела. Сгорело все, что могло гореть и остались бетонные стены, только то, что не горит. И вот когда потом пришла страшная вот эта ситуация, бомбежка, люди бежали туда и прятались в этой синагоге и там укрылись, и там сидели. Почему? Потому что они знали, вот здесь надежно. Здесь раньше был огонь, но теперь это уже огонь не страшен. Сгорело все, что могло сгореть, а теперь здесь не страшно, здесь уже огонь не повредит. И там много людей спаслось. Знаете, я слышал миссионеры с Африки рассказывали, что бывало так, что там тоже пожары большие, знаете, горит, все идет вот так вот, и там все сметает, если какая-то деревня, все сгорает. И вот люди, когда если вдруг загорел пожар такой, знаете, куда они бегут? Они бегут там, где был раньше пожар, где все сгорело, пепел, становится на пепел, и там они в безопасности, потому что там уже огонь не может ничего сжечь. И вот, дорогие друзья, наше сердце, оно может быть именно наполнено такими вещами, которые могут сгореть в огне гнева Божьего. И очень хорошо, когда, дорогие, мы понимаем, что нам нужен этот процесс, нам нужно, чтобы очистил Господь нашу жизнь, чтобы наше сердце было чистое, чтобы не было в нем ни обид, ни горечи, никакой зависти, никакого нетерпения, никакого гнева, крика, раздражения, и тем более похоти какой-то, там, мыслей нечистых, это все должно, дорогие друзья, быть уничтожено огнем Божьего Духа. Вот Даниил, и мне нравится этот стих, я не знаю, как вам, но в последней главе он написал, что ему было сказано, я прочитаю два стишка, 9 и 10, и отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся и убелятся и переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво и не уразумеют этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Это драгоценный стих, дорогие братья и сестры, оставленный нам в Слове Божьем, что многие будут переплавлены в искушениях, будет огонь, это огонь, который плавит, вы знаете, Господь уподобляет народ свой как золото, золото, но которое нужно огнем очистить от всех примесей. Возлюбленные, нам надо это понять. Если мы хочем быть драгоценным золотом, чтобы последний день, день гнева Божьего нам не сгореть, нам нужно, чтобы нам пройти огонь сейчас, эту переплавку, это очищение сейчас. И нужно предавать себя в руки Господа. Порой приходят такие ситуации в жизни, которые нам не нравятся, они неприятные, они задевают нас за самое больное, они, так сказать, поднимают в нас наш бурю возмущений или что-то такое. И мы хочем избавиться, мы хочем жить спокойно, мы хочем жить по своей воле, мы хотим наслаждаться жизнью, но, дорогие возлюбленные, нам нужно увидеть в этом Бога, увидеть, что Бог работает над нашим сердцем, чтобы очистить наше сердце, чтобы избавить нас от грехов наших. Иисус Христос пришел на эту землю, как мы знаем, сейчас вспоминали эти дни, ангел сказал, Он спасет людей своих от грехов их. Я люблю всегда подчеркнуть, что Бог нас хочет спасти не в грехах наших, не с грехами нашими забрать нас на небо, а Он хочет нас спасти от грехов наших. И Павел апостол тоже пишет это же самое, что явилась благодать Божия спасительная, научающая нас, чтобы мы отвергнувши грех, нечестие и мирские похоти, целомудренно свято жили в нынешнем веке. Вот это должно. Я помню, один муж Божий сказал, говорит, если вы говорите, что я спасен, то я хочу спросить, от чего ты спасен? Если ты не спасен от грехов твоих, тогда от чего ты спасен? Понимаете, Бог пришел, родился для того, чтобы спасти нас от грехов наших. И поэтому перед нами Новый год, и вот, дорогие друзья, что нас ждет, о чем мы мечтаем, и что мы хотим, чтобы в нашей жизни было. Вы знаете, человек может жить спокойно и довольна, и даже думать, что он праведный, и что все нормально, может смотреть на других сверху вниз, думать о себе высоко, думать, что я такой хороший, а тот такой, и те такие, и те такие, но не видеть самого себя, не увидеть самого себя. Я вспоминаю один муж Божий, он молился очень сильно, просил, Божий, очисти мою жизнь. Божий, очисти меня, чтобы я не злился, не сердился, чтобы не было у меня желаний проводить время неправильное и тому подобное. И вы знаете, он говорит, вдруг Господь мне сказал, да, я очищу тебя. Я такой, радостный пришел, жене похвалился, говорю, Бог мне сказал, что очистит меня. Я говорит, хотя был маленький, но очень много ел, любил обжорством заниматься, можно так сказать, объедением, как вот это грех такой есть, да, в Библии написано тоже. И очень всегда сердился, и там время любил провести, возле футбола смотрел, там все такое у него было, слабости такие были. и Бог сказал, и что я очищу, но, говорит, следующие два или три месяца, я не помню, я, говорит, два раза больше ел, два раза больше злился, и все у меня еще больше, говорит, пока я взмолился, пришел, Господи, что такое, ты же сказал, ты меня очистишь, а у меня еще больше все это. и, говорит, Бог мне объяснил, я от тебя поставил свою печку, и теперь вот эти все шлаки, что в тебе, они всплыли, и теперь ты их видишь, как никогда раньше, и теперь дело за тобой, останешься ты с этим всем, или ты дашь мне право, чтобы я это все убрал своим ковшом, а иначе, говорит, когда мой огонь отойдет, это все в тебе опять осядет, и опять ты будешь такой, какой ты был. И вот, дорогие друзья, у меня есть желание сегодня прочитать вот эти слова. Многие чистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Это может быть даже в семье. Это может быть через мужа для жены, через жены для мужа, через детей, для их родителей, и для детей, через их родителей. Это часто бывает так, дорогие люди поступать нечестиво. Вы знаете, как? Это получается так. Ах, если она так, значит, и я так. Ах, если он так, тогда я тоже так. И это получается нечестиво. Это получается, человек не разумеет. Он не видит, что за этим стоит Бог, который проверяет нас, испытывает и показывает, что у тебя в сердце. Ведь Христос, когда был на земле в Синогорной проповеди, нам сказал, что только чистые сердцем Бога узрят. И вот нам нужно это чистое сердце. Вы знаете, мы поем такой псалом, хорошо, когда сердце спокойно, хорошо, когда нету в нем зла, хорошо, хорошо и свободно, той душе, где всегда тишина, когда тебя, дорогие, не трогает, когда ты можешь спокойно переносить. Вокруг тебя могут быть бури, штормы, но у тебя мир и покой, как у Иисуса, который спал во время бури, помните? Там буря такая, лодку заливает, ученики в страхе, в панике, а он спокойно спит на возглавии. Ему не дали покоя, ученики, конечно, они будят его наставник, наставник, погибаем. Один муж Божий написал книгу маленькую, коротенькую, я ее прочитал, он говорит, там есть у него такая проповедь, кто раскачивает твои качели, говорит, вот он ее так назвал, и он там объясняет, что когда я был маленький, я очень любил кататься на качелях, и у нас были качели такие хорошие дома, и говорит, когда папа качал меня, или мама, я, говорит, был спокойный, я, говорит, доверял им, я знал, что они точно мне плохого не сделают, они качать будут так, что я не упаду, но когда приходили родственники, мои казаны, там, нефи, там, или кто там еще, вот тогда, говорит, держись, тогда я, говорит, не мог спокойно, говорит, если они меня качали, я там держал, кричал, и я переживал, говорит, так вот, говорит, вы знаете, говорит, кто раскачивает ваши качели, и он взял вот этот пример с Иисуса, когда вот это вот море Галилейское, говорит, там так устроено, что скалы, и ветер, когда дует, такие волны поднимаются, ему быть, неожиданно, он говорит, Иисус знал, кто качает его качели, он доверял Отцу, он знал, и он поэтому, говорит, спокойно мог спать во время этой бури, А вы, знаете, кто качает ваши качели, когда все пошло в кривь и в кость, когда вдруг бизнес что-то слов, когда вдруг что-то там еще, проблемы какие-то, мы знаем, кто качает наши качели, кто отец наш, и апостол Петр говорит, если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом и трепетом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным золотом или серебром мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агонца, что драгоценно пред Богом. Дорогие друзья, нам оставлено Слово Божие, и мы можем видеть, мы можем видеть жизнь тех, которые жили спокойно, припеваючи, и чем она заканчивалась, эта жизнь. Вот, например, Пророк говорит за Маава, Маав от юности своей сидел спокойно на дрожжах своих, не был переливаемый сосуда в сосуд, и поэтому оставался в нем вкус его, и весь осадок, и все там это, было и оставалось так по сей день. Но Господь говорит, в последние дни я пошлю переливателей и начнут его переливать. Такое пророчество есть в Исаии Пророка. А есть такие мужи, которые говорят благо человеку, который несет иго в юности своей. сидит уединенно, молчит, потому что Господь наложил его на него. Он говорит, полагает туста свои в прах, помышляет, может быть, еще есть надежда. Посмотрите на жизнь Исаава и на жизнь Иакова. Два родных брата. Исаав это тот, который был уверенный в себе, он был зверолов, он был сильный, он был гордый, он не особо думал о Боге, о вечности, он хотел земное благословение. Иаков написано был человек кроткий. Видите, вот это Бог подметил, что Иаков был человек кроткий, смиренный. Я недавно как-то говорил, что мне особо коснулось не так давно Слово, где Господь Иисус сказал, блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Вы знаете, после этого я еще увидел, что вся Библия об этом говорит, и Ветхий, и Новый Завет говорит. 36-й Псалом говорит, а кроткие наследуют землю и наслаждаться множеством тука. И вот за Иакова мы видим, Бог отметил, что он был человек кроткий, живущий в шатрах. Он жил смиренно, он жил кротко. У него были недостатки, у него были проблемы, над которыми Богу нужно было работать. горь дорогие, так как этот человек искал больше горнего, больше небесного, духовного, Бог полюбил его и взял его вот в эту вот печку поставил, знаете, где было ему тоже горячо, было очень нелегко и очень трудно. Почитайте историю Иакова и вы увидите, и вы не позавидуете его жизни. Я однажды, когда вот так с открытыми глазами прочитал жизнь Иакова, я подумал, Божий милосердный, это же ведь легко прочитать, а пережить вот это все, это настолько серьезно, настолько трудно. И вот, дорогие, может быть, ты сегодня, дорогой друг, думаешь, почему у меня так все трудно, почему у меня такие проблемы, почему у меня не получается, хочется то, а получается по-другому. Это потому, что Бог любит тебя, Бог работает на твоей жизни. Будьте мудры, говорит Писание, уразумейте, что вы будете переплавлены в искушении для убеления, для очищения, чтобы встретить Иисуса Христа без пятна и порока. Вы знаете, у меня есть один любимый проповедник, которого проповеди мне очень сильно помогли в моих духовных исканиях. И вот он рассказывает за себя, что он всегда думал, что проблема в других людях, всегда видел проблемы в других, никогда, ну, думал, я все хороший, я уже все нормальный, я такой раб Божий, просто все. Но, знаете, когда он начал искать Бога, всем сердцем, вникать в Слово Божие, Бог взялся за Него, начал над Ним работать. И первое, что он ему показал в сердце, это его гордость была. Гордость это такой грех, который многие люди, они просто считают, что это мелочь, это нормально. Некоторые это даже считают просто как бы какое-то качество такое, которое особенное, нужное для человека. Я встречал таких людей, но гордость это первый грех, который появился во Вселенной, и это тот грех, из-за которого Херувим осеняющий пал на землю, разбился о землю, и мы знаем эту историю, описанную в Слове Божьем. И мы видим, что Господь ненавидит гордость, Бог гордым противится. И вы знаете, когда однажды Он хотел проводить собрание, днем за окном играли там высокопоставленные люди в теннис, ему стало стыдно от того, как я буду тут молиться, а они увидят, услышат. И он решил закрыть окно. У него хорошая мысля пришла, я закрою, и они не будут слыхать, что мы тут делаем. Подошел окно закрывать, и вдруг слышит голос. Хорошо, закрой окошко, тогда, говорит, вы будете внутри, а я останусь снаружи. И, говорит, я понял сразу, кто это говорит, я понял, что это не люди проблема, а это мое сердце, это моя гордость, мое высокомерие. Я начал, говорит, плакать, и вдруг вижу слова, написанные, Бог гордым противится. Вы знаете, говорит, я тогда понял, что мое положение безнадежно. Я всегда думал, что мне дьявол, говорит, противится. А тут я увидел, сам Бог мне противится. В моей жизни два противящихся мне. Дьявол противится, и еще и Бог. Я понял, говорит, что мое положение безнадежно. С этой гордостью я тогда просто потерян. И я, говорит, тогда упал, плакал, говорил всем, что я грешник, и живет в моем сердце гордость и молитесь за меня. Вы знаете, в другой момент ему Бог показал тоже его состояние. Он приехал на собрание, оно уже началось, он чуть-чуть опоздал, и у него сильно было желание сразу зайти туда, говорит. Но вдруг, говорит, я остановил себя мыслью, а как я зайду в рабочие одежды, без галстука, вот, как я, и у меня сразу в моем, говорит, мозгу, в моей голове три личности встало, мнением которых я дорожил. Вот, возлюбленные, вот это вот для меня очень важно. смотрите, могут быть люди, мнением которых ты дорожишь. И что это значит пред Богом, дорогие друзья, если мы ради этого, мнением дорожа людей, можем нарушать Божию, волю, Божье Слово. Он говорит, я не хотел зайти, и вдруг опять слышу этот голос, говорит, что подумают о тебе люди. А не сказал ли апостол Павел, мне все равно, что думаете, а мне вы, что думают другие люди. Говорит, если бы я угождал людям, я не был бы рабом Христа. И вы знаете, опять мне Господь показал, что у меня в жизни совсем не так, я верю не так, как написано в Писании. И говорит, я просто, говорит, плакать начал опять. И вижу, вдруг, говорит, видение он видел. Реально, что, говорит, храм как бы буддийский, там страшные идолы, и человек от одного идола к другому идет, поклоняется лбом до земли. И потом повернулся, говорит, и я узнал себя. И говорит, тогда я понял, вот так, я проповедую, чтобы не поклонялись идолам, чтобы не служили иным богам, а здесь Бог мне показал, что я идолопоклонник, потому что я поклонялся мнению людей. Для меня было больше важно, чем Бог говорит что-то, что думают и говорят обо мне люди. Поэтому, дорогие друзья, перед нами Новый год, и нам нужно пройти его с Господом. Сколько нам Господь даст еще время странствовать. Сколько это время продлится приготовить себя. Дорогие, если мы будем только на воскресных собраниях готовить себя, мы не будем готовы. Нам нужно это делать каждый день. Я стараюсь это делать сам. Я стараюсь каждый день со Словом Божиим, каждый день пред Господом испытывать. Я сознаю, что я сам несовершен. порой Господь мне показывает еще эти всплывают шлаки. И я прихожу к Нему и говорю, Господь, я сознаю это. Боже, я благодарю, что Ты мне это показал. Доведи Твой труд до конца, убери это. Вы знаете, просто сознаешь, что приближаемся к вечности. Приближаемся ко дню, когда нам надо будет предстать пред Господа. и тогда получит каждый по делам своим, что он делал, живя в теле доброе или худое. Поэтому пусть Господь нам поможет понять, додаст нам мудрости, чтобы если в нашей жизни вот эти обстоятельства, где плавится наше я, где всплывают эти шлаки, не кричать, не стараться от этого избавиться, а предстать пред Господом, сказать, Господи, доведи твой труд до конца, очисти мое сердце, дай, чтобы я был без пятна и порока, чтобы я был готов встретить тебя. Вы знаете, когда человек легко что-то получает, он часто легко теряет это, он этим часто не ценит, а когда это дорого досталось, когда это тяжело достается, тогда мы это очень ценим, тогда это для нас так дорого. И вот мне тоже очень поучительная история Саула и Давида, Саул очень легко получил Божие благословения. Очень легко, вы можете почитать, как бы случайно, все так неожиданно, вдруг, как вот, ну, с неба на голову, прямо так вот это, все ему было преподнесено, но я ему не завидую, у него такая печальная кончина, а Давид, который был избран Богом помазан, он прошел такую трудную дорогу, почитайте тоже, как он жил, как ему сколько надо было скитаться, бегать, сколько опасностей, когда тебя хочет убить, я еще такого не переживал, но я понимаю, что это серьезно, тебя хочет убить, и кто, царь, который имеет такую власть, и все готовы ему услужить, подхалимничать, так сказать, куда он придет, ему раз уже доложили, у нас скрывается Давид, вы знаете, серьезной ситуации, но Господь в этой печке, в этой выплавил такое сердце, которое было сокрушенное сердце, смиренное сердце, которое могло плакать, даже когда ошибаться, мог признаться на весь Израиль, натворил, согрешил, тебе единому, и мы сегодня читаем, и вот, дорогие, хочется, чтобы быть таким мужем, поэтому пусть Господь работает над нами, пусть Он совершит все, что хочет, если где-то нам трудности, какие-то непонятные, на работе, дома, где, давайте поймем, Господь, а что собственно Ты хочешь от меня, для чего Ты это допустил, Ты же ведь благой Отец, Ты что-то хочешь достичь, чтобы нам иметь участие в святости Твоей, поэтому надо смиряться, если в нас еще поднимается это наше Я, или какие-то наши грехи и похоти, то нужно с этим спешить Господу, чтобы Он довел свой труд до конца, Он может только нас спасти, И когда-то ученики пришли к Нему и говорят, так кто же может спастись? Иисус меня радует, вот Он сказал, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И вот вы знаете, когда ты приходишь к Богу и говоришь, Господи, делай со мной что хочешь, только спаси меня, Он делает. Порой больно немножко, порой это нам поплачем, да, но потом радуемся, когда оглянися назад, может сказать, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословено имя Господне, склонимся пред Ним в молитве. Аминь. Иисус, я нашел, я счастье, я в одном знаю, я покой. Иисус, ты мой искупитель, Иисус, я навеки твой. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щитый меч, Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. В твоей силы бывает жизнь, нелегко по пути идти. Когда я говорю в молитве, Иисус, ты меня защити. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. С Иисусом пойду я смело, знаю, Он меня поведет. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Иисус, ты моя победа, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, 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 ты мой Но воды почерпнуть было нечем, Он сел у колодца, не ждал. И вот из Самарии женщина За водою к колодцу пришла. И Иисус попросил воды, Но она сказала подбег, Ты же сам иудея у нас, Никакого общения нет. И Иисус попросил воды, Но она сказала подбег, Ты же сам иудея у нас, Никакого общения нет. И Иисус говорит, Ты не знаешь, что есть Царь Божий, И что тот, кто просил воды, Непростой человек прохожий. Я могу воды живой дать, Тем, кто воду зимную пьет, А папеев скоро жаждет опять, А когда ее нет, умрет. Но ту воду, которую дам, Будет пить и не будешь жаждать, И то станет источником сам, Той воды я желаю дать славу. Но ту воду, которую дам, Будет пить и не будешь жаждать, И то станет источником сам, Той воды я желаю дать славу. И еще Иисус говорил Этой женщине о спасении, И к грехе он ее обречил, И рассеял ее сомнения. Самарянка к народу пошла, Аниси сказать всем людям, И учителю их привела, И для многих Христос стал другом. И теперь через много веков, Льется щедра вода живая, Эту воду дает Христос, И ее все предлагает. И теперь через много веков, Льется щедра вода живая, Эту воду дает Христос, И ее все предлагает. И теперь через много веков, Льется щедра вода живая, Эту воду дает Христос, И ее все предлагает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Звезды светят над землей, Людям с высоты, Спутят и на нас с тобой, Взглядом чистоты. Светлого Рождества, Мира любви и добра, Мы пожелаем вам сегодня в этот час. Бог мне пришел, как дитя, Чтобы спасти тебя и меня, Это праздник радости для нас. Тот, кто создал целый мир, Тихо в яслях спал, Он пришел, чтоб ты и я, Мир его бы узнал. Светлого Рождества, Мира любви и добра, Мы пожелаем вам сегодня в этот час. Бог мне пришел, как дитя, Чтобы спасти тебя и меня, Это праздник радости для нас. Светлого Рождества, Мира любви и добра, Мы пожелаем вам сегодня в этот час. Бог мне пришел, как дитя, Чтобы спасти тебя и меня, Это праздник радости для нас. Светлого Рождества, Мира любви и добра, Мы пожелаем вам сегодня в этот час. Бог мне пришел, как дитя, Чтобы спасти тебя и меня, Это праздник радости для нас. Это праздник радости для нас. Слава Господу, братья и сестры! Наш хор пропел такие чудесные слова. Вижу Бога каждый день, И как Его можно не видеть? Как только выйдем на улицу, Куда бы ни посмотрел, Во всем можно видеть руку Божью. Но как жалко, что бывает, Что люди зрячие стают слепыми, И слепые могут увидеть и стать зрячими. Человек был в космосе, Видел всю землю, облетел, И Бога не видел. А слепой человек только услышал, Что прошел мимо Иисус, И кричит, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня! Ему говорят, молчи, А он начал еще сильнее кричать. И подходит Иисус, Открывает ему глаза, И он видит Иисуса. Слепое встает зрячим и видит Иисуса. А зрячий, называя себя умным, ученым, Может не видеть такого простого, Своего Создателя и Творца. То же самое, чтобы я, Сын, не признавал в своей жизни, Что у меня есть Отец. Как это может быть? Невозможно это и невозможно. Я предлагаю вашему вниманию открыть вместе со мной место из Священного Писания. Этим местом я уже немножко делился с моими друзьями, И сегодня я хотел бы более приоткрыть и рассмотреть вместе с вами Место Священного Писания, Книга Еремеи, 8 глава. Я буду читать с 5 стиха и ниже. Если у вас есть Библии, откройте, проследите. Если нет, просто на экране посмотрите. Господь говорит такие слова. «Для чего этот народ и Иерусалим находятся в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. «Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена. Горлица и ласточка и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня». Определения Господня. Слово Божье показывает определенный род птиц, которые знают и четко наблюдают определенные времена года. И говорит о людях, говорит о народ мой, тех, которых я создал, сотворил, не знают мои определения. И он как бы жалуется. Как можно так? Как могло так произойти? Как могло это случиться? Ведь все-таки только один человек, он созданный по образу и по подобию Божьему. Мы можем это подтвердить. Ни одно животное, ни одно творение не обладает теми чувствами, тем умом, теми мыслями, какими обладает человек. Он может плакать, он может смеяться, он может сочувствовать, понимать, развиваться и так далее. Почему? Потому что только человек сотворен по образу и по подобию Божьему. А наш Бог не имеет начала и не имеет конца, соответственно, и человек так же самобесконечный. Бесконечный, и он будет жить вечно. И это подтверждено, в этом мы убеждены, что когда выходит дух с человека, плоть остается мертва. Но когда дух присутствует в человеке, человек живой, значит, дух может выйти из плоти и может находиться или жить во плоти. Вы знаете, задумываясь о том, неужели Бог сотворил человека только для того, чтобы человек работал, суетился и после этого умер, на этом конец? Конечно же нет. У Бога есть более определенная цель для человека. И поэтому слово Божье говорит, народ мой не узнал определения. Сегодня мой вопрос ко всем нам. Ко мне первому, узнал ли я определение Божье, для чего я пришел на эту землю? Зачем я вообще живу, существую? Неужели Богу нужен был такой человек, который бы копался в земле в суете, трудился, работал, жил, потом заболел и умер на этом все? Нет. Бог говорит ясно и четко через своих пророков, обращаясь к своему народу, к Иерусалиму, говорит, я имею определение о вас, и я хочу, чтобы вы сегодня поняли, в чем заключается мое определение, что вы должны совершить, живя свой отрезок жизни на земле. Каждый из нас согласится, что мы имеем определенное время, и в этом определенном отрезке времени жизни на земле есть Божье определение, которое мы должны исполнить. Вначале найти его, а потом и исполнить. И так очень интересно. Слово Божье говорит, что аист, ласточка, журавль, они наблюдают четко время, когда им прилететь и улететь. У нас здесь, мы это можем видеть, на канадских гусях. Они прилетают к нам вовремя, на зиму, отзимуют, и весной, ну все до единого, собираются и улетают. И мы понимаем, что Господь еще при создании их, при сотворении мира, вложил это чувство, и они руководствуются, и используют его на протяжении тысячелетий. Они не остаются, они все улетают, потом все прилетают. Значит, они знают ощущение, и знают, имеют ощущение, и знают свое время. Хочу сказать, что для каждого человека на земле так же само Бог дал время. Первый день сотворения Божья, сотворения земли, Слово Божье говорит, что и сказал Господь, да будет свет. И увидел Господь свет, что это хорошо, и назвал свет днем, а тьму ночью. И отделил день от ночи. Он дал определенные времена, чтобы мы с вами не жили просто так вот, не имея понятия, в какое время мы живем, но чтобы мы чувствовали, ощущали и видели определенные времена. И мы понимаем, сегодня утро, мы идем в церковь, пришел вечер, мы должны отдыхать. Завтра будет опять утро, и так сколько даст Господь. И так Господь отделил определенные времена, и мы видим животный мир, птицы чувствуют эти времена, и человек тоже чувствует эти времена. Так же само мы испытываем время голода. Так Бог заложил внутри, что мы чувствуем, что я проголодался, я должен пойти покушать. Мы чувствуем время усталости, мы чувствуем, что мы отработали, и мы должны отдохнуть, мы идем поспать. Утром мы чувствуем, что мы уже отдохнули, и настало время работать. Скажите мне, пожалуйста, если мы пропустим определенное время от Господа для себя, что произойдет с нами? Бог дал время кушать, мы чувствуем время кушать, мы его пропускаем. Один раз пропустили, второй раз. В конечном итоге, что происходит? Наша плоть сильно заболеет, и мы можем даже умереть, если мы не будем кушать, если мы не будем пить, и не будем пользоваться тем чувством, которые нам дал Бог. Дальше. Если пришло время отдыхать, а человек не лег отдыхать, что будет? Он не сможет работать. Он не сможет. Что будет, если пришло время работать, а он не пойдет на работу? Слово Божье говорит, обеднеет, не будет ему чего кушать, и он может умереть опять же. Итак, нарушая определенные времена, которые Бог дал нам для чего-то, Бог дал время для пищи, для отдыха, для работы, нарушая это, мы понимаем, что в нашей плоти мы жить не можем, потому что мы нарушили эти времена. Оказывается, для нашей души тоже есть определенные времена Господом или определения в наше время жизни, которые мы должны делать. И если, друзья мои, мы это не будем делать, не будем исполнять, мы умрем духовно. Мы умрем духовно, и мы не можем быть детьми Божьими. Так говорит Слово Божье. Я предлагаю еще несколько мест, которых мы вместе с вами прочитаем. И первое место – это книга Захарии, первая глава. Мы увидим одно из определений Божьих. Книга Захарии, первая глава. Буду читать с третьего стиха. Если возможно, проследите. Захарии, первая глава, с третьего стиха. «И ты скажи им, Бог говорит к пророку, скажи людям, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших, но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам, моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Смотрите, что говорит Господь. Господь посылал еще нашим отцам, праотцам, во всякое время были пророки, которые говорили к ним, обратитесь к Господу, ибо это определение, чтобы вы обратились от чего? От злых путей ваших и от злых дел. Две вещи, злые пути, которыми идут люди, и злые дела. Если бы люди сегодня услышали этот голос Божий, у нас не было бы войн, люди бы не убивали друг друга, не сражались бы, на земле был бы настоящий рай, но, к сожалению, люди не хотят обратиться с злых путей, следуют упорно, как слово Божие говорит, как конь, который бросается в сражение. Так, и люди идут своими путями. Но Господь говорит, я говорил прежде бывшим пророкам, чтобы они сказали вашим отцам, и отцы ваши не послушали. Отцы сказали, ну, как определил Бог, так и есть. И вы знаете, это слова сегодня насущные. Многие люди, которым мы говорим о Боге, они говорят, ну, как мои отцы, как мама, папа, как определил Бог, как весь мир, так я и пойду. Но не так определил Бог. Бог определил, чтобы вы, услышав слова пророков, чтобы вы, услышав слова Божьи, покаялись, обратились к Господу и нашли спасение своей души, потому что наша душа бессмертна, она в вечность идет, и чтобы она в вечности была с Иисусом. Вот определение Божье. Определение Божье оставить свои пути и обратиться на добрые пути, следовать закону Божью, следовать путям Божьим, святой книге, в которой каждое слово истинно, и на протяжении тысячелетий истинно и неизменно. Вот что хочет Господь, чтобы мы обратились. И Бог жалуется через Захарию. Обратитесь хоть вы, отцы ваши не послушали, но вы же можете послушать. Я имею определение о вас. Я хочу вам дать будущность и надежду. Послушайте и обратитесь. И еще одно место, хочу прочитать, которое записано, третья книга царств, вторая глава. Вторая глава второго стиха. Здесь царь Давид, знакомая личность нам, царь Давид дает завещание своему сыну Соломону. И что он ему говорит? Вот я отхожу в путь всей земли. То есть он состарился, и он показывает, что я должен умереть. Я уже старый, и я отхожу в путь всей земли. Путь всей земли, это неизбежен. Мы с вами когда-то станем на этот путь. И он говорит дальше третьим стихом. Вторым стихом, да, еще. Ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его, соблюдая уставы Его и заповеди Его, и что? Определение Его. Вот, Господь имеет сын мой Соломон, а тебе определение. Сохрани их, поступи по ним. И постановление Его, как написано в законе Моисееве, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься. Чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине, от всего сердца своего, от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Так Бог пообещал Давиду. И Давид, опять же, завещает Соломону, говорит, ходи путями Господними, потому что сын мой Соломон, это определение Господнее для тебя. И если ты будешь ходить, твое потомство будет благословенно. Они тоже будут царями, они будут сидеть на твоем престоле, но если ты будешь ходить путями... Итак, братья и сестры, что мы можем из этого сделать, какой подвести итог? Первое, Бог говорит, определение мое, чтобы вы оставили злые пути, чтобы вы оставили злые дела. И второе, это стали на мои пути, ходили моими путями, мои дела исполняли. Это говорит Господь Бог Саваок. Теперь давайте мы приведем два примера двух человек, отца и сына. Первый ходил путями Господними, второй не захотел ходить путями Господними и путями отца своего, но пошел другими путями. И об этом мы сейчас с вами откроем, прочитаем из Слова Божьего, потому что оно истинно, и мы Ему верим. И Слово Божье говорит, вторая книга Паралипоминон, 17 глава, с 3 стиха. Слово Божье говорит так, вторая книга Паралипоминон, 17 глава, с 3 стиха. «И был Господь с Иосифатом, потому что он ходил первыми путями Давида отца своего и не взыскал воалов». «И не взыскал воалов». «И утвердил Господь царство» А, 4 стих. «Но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтям. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосифату, и было у него много богатства и славы». Смотрите, Иосифат. В то время, во время царя Иосифата, который был иудейским царем, Израиль, который уже отделился от иудеи, поклонялся воалам. Это было изваяние, это был попростой идол, которому они служили. И весь народ шел и верил, что надо именно поклоняться воалу, и они призывали воала. Мы знаем много об этом воале, который не был Богом, был выдуманным Богом. Но когда Иосифат встал на царство, он вспомнил, что у него был праотец Давид, который твердо ходил путями Господними и исполнял волю Божью. И он решил не служить воалам. Он обратил народ Божий для того, чтобы служить Богу отца своего Давида, или праотца своего Давида. И смотрите, что слово Божье говорит. Меня так вот это, как-то коснулось моего сердца по-особому. И был Господь с Иосифатом, потому что он ходил первыми путями Давида. Помните, давайте вспомним первые пути Давида. О первых путях Давида в Библии так мало описывается. Оказывается, первые пути Давида даже люди не видели. Хорошо. Но видел Господь очень четко. Первые пути Давида – это тогда, когда он пас овец у отца своего. Слово Божье все, что говорит, говорит то, что он очень красиво играл на своем музыкальном инструменте. И даже дух нечистый убегал, когда он играл на этом инструменте. И он в поле пас овец у отца своего. Все сыновья были в доме, возле отца старшие. А этот младший, он был в поле. И люди в нем ничего не замечали, ничего не видели. Но было око Божие вечного Бога, который обозревает всю землю и видит каждого человека, видит сердце человеческое, что внутри нем. Бог испытывает движение наших мыслей. И Бог видел этого маленького Давида там возле овец. И говорит пророку Самуилу, наполни сосуд твой елеем и иди в дом Иесея. У него из сыновей одного я хочу благословить на царя Израиля. Это муж по сердцу моему. Это тот, который исполнит желания и хотения мои. И берет старец Самуил этот рог с елеем, приходит в дом Иесея и говорит, к жертвоприношению я вас приглашаю, очиститесь, отсветитесь. И видит Ауисея старший сын, красивый, елея высокий. И Самуил думает, верно Господь хочет поставить этого царем. А Господь говорит к Самуилу, Самуил, я не смотрю на лице человека, я смотрю на сердце, я отринул его, не может быть он царем. Он смотрит, второй подходит, он говорит, верно этот, смотрит третий, наверное этот. И Господь одного за другим отклоняет, отклоняет. И говорит дальше, Самуил до Иесея, говорит, есть ли еще у тебя, есть еще самый младший, но он там со стадами, он в поле. А Господь его видел, а Господь видел его сердце. Господь видел первые пути его, начинание его жизни. Дорогая молодежь, дети, подростки, смотрите, как Господь обратил на чистоту этого сердца, на чистоту этого маленького сына Иесея Давида. Он заметил его там далеко, он не был вблизи со своим отцом, с матерью, он не был в синагоге, он не был в церкви, он был где-то далеко на поле, но его сердце искало Господа, пути его были чисты, он ходил путями Господними и любил Господа. И он говорит, приведи его, когда привели, а это беленький, белокурый, с красивыми глазами, ничем не особо не видный человек. И он выливает рог силе и помазует его на царство Израиля. И вот Слово Божье показывает нам, как пример, что Иосифат ходил именно этими первыми путями царя Давида. И Слово Божье говорит, Бог был с ним, Бог благословил его всем необходимым, и даже ему не приходилось сражаться с врагами его, потому что враги его, которые были филиссимляне у Израиля, они сами приносили дары ему и благословляли. И вот у Иосифата родился сын, сына его звали Иорам. И казалось бы, он видел отца своего, видел дела свои, он должен был так же само жить, так же само поступать. Но Слово Божье нам говорит что-то другое. И вот мы откроем место из Священного Писания, вторая книга Парлипоминон, 21 глава, 12 стих. «Пришло к нему письмо от Ильи, пророка, и говорит он, и пришло к нему письмо от Ильи, пророка, в котором было сказано, так говорит Господь, Бог Давида, Отца Твоего, за то, что ты не пошел путями Иосифата, Отца Твоего, и путями Асы, царя Иудейского, а пошел путем царей Израилевых и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом Отца Твоего, который лучше тебя, ты умертвил, зато вот Господь поразит поражением великим народ Твой и сыновей Твоих, и жен Твоих, и все имущество Твое, и Тебя же самого, болезнью сильную, болезнью внутренности Твоих, до того, что будет выпадать внутренности Твоей от болезни со дня на день. И возбудил Господь против Юарама дух велистимлян и аравитян, сопредельных ефиоплян, и они пошли на Иудею и ворвались в нее и захватили все имущество, находящееся в доме царя, также и сыновей его, и жен его, и не осталось у него сына, кроме Озии, меньшего из сыновей его. Смотрите, какое страшное наказание. Те же самые филистимляне, которые служили отцу его, Иосафату, по одной причине, что Иосафат был верный Господу, те же самые филистимляне пришли и ограбили его сына за то, что он не служил Господу. И так определение, повеление от Бога человек не исполнил в своей жизни, и Бог допускает полное разрушение его семьи. Вы знаете, это как бы не проклятие. Хочется мира, хочется благословения. Снова Божий говорит, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Верующие люди то и делают. Мы молимся за тех обижающих нас. Но вы знаете, история сама показывает, как-то мы с моим отцом вспоминали тех людей, которые приходили к нам в церковь во времена коммунизма. Приходили там порторги, ну разные, и запрещали собираться, разгоняли детей. Я помню это время, я был маленький, мне вопросы задавали. И когда прошло время, мы старались вспомнить ихние семьи. Говорит, тот повесился, тот умер молодой, у того сын в тюрьму попал, у того и ни одной семьи, ни одной семьи не нашли, чтобы были хорошими. Почему? Пошли против Господа, пошли против путей Господних. Жалко, жалко этих людей, потому что они не познали Бога, но пошли против Него и погибли. А когда вспомнишь нас, христиан, мало было, несколько семей там всего, нету развода, нету ссоры, нету, семьи хорошо живут, Бог благословил. Когда-то нас, директор школы, устрашал Америкой, а сегодня мы живем здесь, смотрим, хорошая страна, прекрасно жить. А нас пугали, что моя учительница мне говорила, у тебя нету никакой будущности, у тебя ничего нету, потому что ты штунда, верующий, ты не сможешь поступить, выучиться и так далее. А Бог мне дал такую будущность, так хорошо, что мне кажется, и их дети не могут так жить. И я благодарен за это Богу, просто из-за того, братья и сестры, что взыскали пути Господни. Поэтому я призываю всех, особенно тех, которые в начале стоят пути, молодежь, детей, изберите пути Господни. В мире этом есть много разных путей, где дьявол показывает людям и влечет к себе. Оставьте эти пути, обратитесь на путь Господень, идите за Господом, ибо здесь ожидает благословение. Два человека, Йосафат и Орам, отец и сын, один пошел за Господом, получил благословение, по второй разрушил полностью свою семью, детей убили, богатство забрали, царство забрали, все забрали от него. Поэтому, как важно, братья мои и сестры, знать определение Божье, знать пути Господни, и твердо держаться за ними. Время очень коротко, жизнь быстро пролетает, и если мы не успеем, мы опоздаем, ведь мы с вами живем в свое время. Вы знаете, почему люди, одна из причин, почему люди не ищут Господа, почему Господь, как бы, кажется, ну, говорит, «Се стою у двери и стучу». Почему, Господи, ты стучишь, как будто бы нищий, вне дверей моих? Ты же должен открыть эти двери извне, зайти туда, ты же хозяин, ты же меня создал, ты мой творец. Но Он говорит, «Я никогда не пойду против воли человека, я даю тебе благословение и проклятие, избери сам». Бог есть Богом добрым, и Он разрешает нам принять правильный выбор в нашей жизни самим. Деяние, 14 глава, 16 стих говорит так, «Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями». Смотрите, Бог никогда не встает на пути, когда вот мы идем путем, и Бог никогда не встает перед нами, и говорит, «Стоп, дальше не иди, я тебя не пущу». Нет, Бог попускает, разрешает, хочешь этим путем – иди, но этот широкий путь и ведет погибель. Хочешь этим путем – иди, но это узкий путь, и он приведет тебя в жизнь вечную. И смотрите, Бог в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе чем? Смотрите, чем Бог свидетельствует о себе? Ни злом, ни войной, ни плохим, но, говорит, благодеяниями, подавая с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя ее пищей и весельем сердца наши. Если вы видите, что идет дождь с неба, мы знаем, что будут плоды, мы будем иметь, что кушать. Это благодеяние Божье, и Бог о себе таким образом напоминает. Но, к сожалению, люди такого напоминания не замечают, отклоняют его. Ну и что особенного? Идет дождь? Да идет. Да нет, это Бог напоминает, что Он любит и имеет определение о нас, желая нам спасти. Вот почему. И Он смотрит на наши пути. Сын мой, дочь моя, неужели ты не изберешь этот добрый путь? Неужели ты не пойдешь моим путем на протяжении всей жизни? Посылает нам добро, благословение. В одном, один из старозаветных пророков говорит, Господь, говорит, снимал ярмо с плечей ихних и ласко подкладывал им пищу. Какая великая забота и любовь Божья о человеке, живущем на земле. Братья мои, сестры, как важно обратить вовремя внимание на милость Божью, обратиться к Нему и стать на Его пути. Путь добра, путь мира, путь радости и благословения, которые Господь дает нам. Почему? Потому что мы живем определенные времена. Что хорошего, что мы живем? Вот смотрите, Слово Божие говорит, что мы живем в последние времена. Что хорошего в последнее время, что Бог дал нам вот это время? И Слово Божие говорит в первое послание Петра, там, первая глава, двадцатым стихом, говорит, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, для нас, братья и сестры. Бог послал Агнца своего Иисуса Христа, и Он предназначен еще прежде создания мира, но явился в последнее время для нас, чтобы через Иисуса Христа нам получить спасение и жизнь вечную. И Христос сказал однажды так, я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, ни через кого, ни через Павла, ни через Петра, ни через Марию, но только через Меня. Это слова Христа, Он говорит, только через Меня я есть путь, истина и жизнь. И вот, друзья мои, сегодня, в последнее время мы счастливы с вами, мы знаем этого Христа. Так просто, так просто, просто выйти вперед, встать на колени и сказать, Иисус Христос, прости меня за мою жизнь, за мои грехи, и помоги мне идти Твоим путем. И наше имя пишется на небесах в книгу жизни, так говорит Слово Божье и дает нам. Давайте посмотрим на другие времена определенные, которые Бог определил людям, но они не использовали. И вот Слово Божье говорит об одной из семи церквей в Откровении, которая написана Фиатирская церковь. Там была жена Иезавель, которая грешила пред Господом. И Господь видел, что среди церкви есть такая женщина, которая грешит. И Он говорит такие слова через Иоанна, говорит, «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на Одр и любодействующих с нею в великую скорбь». Оказывается, для нее было время. Я не знаю, с какого числа по какое число, но было время, она могла покаяться. Она пропустила это время, и Господь говорит, «За это я ее повергаю на болезнь». Бог дает нам в жизни время для пищи, для сна, для работы, и дает время для покаяния, дает время для того, чтобы мы читали Слово Божие, дает время для того, чтобы мы молились пред Ним. Если мы это не пропустили, значит, мы не напрасно жили, мы исполнили определение Божие. Если мы пропустили, мы не исполнили определение Божие. Итак, Деяние святых апостолов 17.30. «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил в день, посредством определенного мужа подал усто верение, всем воскресив Его из мертвых». То есть Бог назначил день, в который будет судить и удостоверение этому, Христос воскрес из мертвых. Приходит день Пасхи, все люди, даже неверующие, говорят, Христос воскрес. Почему? Потому что солнце ладонью не закрыть, воистину Он воскрес, и мы в это верим. Значит, если Он воскрес, и мы в это верим, значит, будет суд, и мы тоже должны верить, потому что оно вместе написано в Слове Божьем. И будет определенный суд. Теперь, чтобы не попасть на этот суд, Слово Божье говорит, что верующий что должен сделать? Покаяться и обратиться к Господу, потому что верующий не судится, но перешел от смерти в жизнь. Он не будет стоять на суде. Бог не будет его судить. Он будет спасенный по милости Божьей, потому что принял жертву Сына Божьего Иисуса Христа. Она была не напрасна, она дает спасение, жизнь вечную нам. Аллилуйя нашему Богу, братья и сестры. Если Бог назначил эти времена, оставляя времена неведения, Бог повелевает ныне всем людям покаяться. Теперь одно желание. Господи, помоги мне не пропустить это время. Завтра я не знаю, или будет моей власти. Завтра я не знаю, или я смогу это сделать. Может быть, завтра будет последний день моей жизни. Может, авария. Может, сердце остановится. Может, все. И так важно, друзья мои, не пропустить это время. Но тщательно, внимательно обращаясь к Господу. Я хотел бы привести еще один пример из Священного Писания. Помните же место из Слова Божия или притчу о десяти девах. Было пять мудрых и пять неразумных. Мудрые, имея светильники, наполнили маслом. Неразумные, имели светильники, но маслом не наполнили. Слово Божие говорит, уснули те и другие. И в полночь, когда никто не ожидает, раздался крик, вот жених идет. И мудрые поправили свои светильники. А неразумные подняли свои светильники, а они гаснут. И они говорят к мудрым, дайте нам вашего масла. Время, которое было у нас, чтобы наполнить свои сосуды, мы проспали, мы пропустили. И теперь сосуды наши гаснут. Но мудрые говорят, чтобы не случилось недостатка у вас и нас, пойдите к продающим и купите себе. И когда они пошли покупать, жених пришел, эти поднялись с ним, двери закрылись. И эти пришли и начали стучать, отвори нам, открой, но уже поздно. Братья мои, сестры, сегодня не я, сегодня сам Господь через Святое Слово Свое предупреждает нас и указывает, чтобы мы не пропустили время, когда надо запасаться маслом, чтобы мы не пропустили время, когда надо обратиться к Господу, чтобы мы не пропустили время, когда надо встать на путь Господень и отвратиться от пути другого, в котором мы жили по неведению. Апостол Петр говорит, братья, вы распяли Господа, впрочем, сделали, потому что не знали по неведению. Но ныне оставьте это. Обратитесь к Господу. Я не услышавший около трех тысяч душ, покаялись и присоединились к Господу. Как важно, братья мои и сестры, не пропустить определенного времени и сделать все то, что определил Господь для нас в нашей короткой жизни. Да благословит нас Господь в этом. Сейчас перед нами будет молитва. Я верю, братья мои и сестры, что всегда, когда мы преклоняем колени, Дух Божий спускается над нами. Я не знаю, ощущаете ли вы это или нет, я его очень часто ощущаю. Я чувствую, как этот Дух Святой наполняет, потому что Господь сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое. Я буду среди вас. Я буду невидим. Я буду Духом Моим наполнять ваши сердца. Вы будете ощущать меня. И порой, когда это прикосновение Господне, мы плачем, слезы текут. И сам думаешь, почему же это? А потому что Дух Божий коснулся внутренности. Потому что Дух Божий задел струны нашей души. И мы не можем стоять равнодушно, оценяя жертву Иисуса Христа. Мы склоняемся пред Ним и со слезами молимся. И я верю, что нас сегодня намного больше, чем двое или трое. И когда мы склонимся, Дух Божий будет обитать между нами. Дух Божий будет ходить по рядам. И мы будем ощущать сейчас это благословение, это присутствие. И если этот Дух Божий сегодня заденет ваше сердце, если оно начнет учащенно биться, и вы почувствуете, что вы не на тех путях, а должны обратиться к Господу, проходите вперед. У вас будет возможность просто сказать Господу несколько слов. Иисус Христос, прости меня за мою жизнь и обратиться к Нему. Слово Божье говорит, произойдет радость на небесах. Ангелы будут радоваться. Спасенный человек. А знаете, почему мы так дороги? Потому что Он любит нас. И цена, это цена не денег, цена, это цена не серебра и золота. Это цена жизни, это кровь, которая капала с Сына Божия Иисуса Христа. И поэтому каждый человек, каждая личность особо дорога в очах Господних. Давайте, братья мои, сестры, в Церковь Христова мы сейчас вознесем молитву Господню. И если кто нуждается в Господе, пройдите наперед, и мы будем молиться за вас. Церковь будет молиться, и Господь наполнит ваше сердце миром, любовью и своим присутствием. Будем молиться, слава Ему. В пятой главе Матфея блаженство говорится. Блаженны и милостивы, ибо они помилованы будут. И в десятой главе Деяния эти блаженства уже работают. Там был в Кесаре некоторый муж, который нравился Богу. Чем? Он творил много милостяний. И Бог посылает ангела и говорит, милостяний твои, и молитвы пришли на память передо мною. Милость, которую мы оказываем, она Богу нравится. Почему? Потому что Он сколько творит милости для каждого из нас, правда? Если бы не Божья милость, где мы бы были? И знаете, и милостивые сердца, которые заботятся о другом, оно Богу нравится. И этот человек, который не принадлежал к Божьему народу, но у него было сердце милостивое. И Бог послал ангела, и Он сопричислил его к святым. Будем делать миссионерский сбор. В этом новом году, который уже начался, пусть Господь благословит вас, чтобы вы были дали такими милостивыми, как были в прошлом году. В прошлом году благодарю вас от себя, от имени миссионеров, которые работают на наших миссионерских полях. Пусть Бог вас благословит и даст вам еще более-более своего благословения, чтобы было, из чего уделить нуждающим. Будем делать миссионерский сбор. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Государственная Животворящее душу человека Пусть Бог благословит У нас еще два коротких собрания Служения таких И мы закончим наше собрание Пожалуйста, родители, которые желают Посвятить деток Господу Пройдите на платформу Несите своих птенцов Мы будем молиться о них Это наше право и наша часть Благословлять молодое поколение А кто, как не мы Мы, находящиеся в этом мире, понимаем всю суть происходящего, какая жестокая борьба за людские души идет в этом мире. Если тьма победит, погибель, а если свет восторжествует Евангелие, и правда Божья, и спасение людям будет. И потому от начала дней малых деток мы желаем Богу посвятить. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой, мой муж, умер. Ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. Вот такой эпизод маленький. Горе, несчастье случилось. Женщина пришла, знала, куда идти. Она пришла с воплем к Елисею, человеку Божьему, и говорит, вот мой муж умер, двое деток осталось. А муж, когда был, видимо, одолжил деньги, должна была, и говорит, пришел забрать детей в рабы. У матери сердце разрывалось. Она не хотела отдать. Вы знаете, этот мир подобным образом поступает. Он пытается насильственно отнять детей и поработить им их греховным началом. О, как трудно потом, вы сами видите, вырвать человеческую душу из греха. Как трудно говорить потом ей о Боге. Как тяжело, когда ожесточенное сердце. Они уже стали рабами греха. Им уже пути правды совершенно не интересны. То вот сегодня, чтобы они не попали в плен к этому жестокому рабовладельцу. Чтобы он не овладел ихними душами. Не тогда уже с воплем бежать, когда раб уже раб. А вот сейчас, когда наши дети на руках наших, молиться Господу. Давайте сотворим такую искреннюю, сердечную молитву, посвящая маленьких птенчиков Господу. Милосердный Боже, я держу на руках Эмочку и благословляю ее Твоим святым прекрасным небесным именем. Боже, Ты вседержитель, власть имеющий, Ты управляешь вселенную, Ты любишь людей. Ради них, Господи, Ты пришел в этот мир. Аллилуйя Тебе, слава! Помилуй Эмочку и благослови ее. Помилуй Эмочку и сохрани ее. Милосердный, а родителям дай, Господи, Твою небесную мудрость воспитывать это чадо. Чтобы у всех она пребывала. Нашими сердцами Твоя мудрость овладевала. Слава Тебе! Аллилуйя Тебе, Господи! Господи, Боже милосердный, я держу на руках Авианочку и благословляю ее Твоим именем. Церковь молится, Господи. Мы всех этих деток от начала дней приносим к Твоему вечному престолу и их посвящаем, Господи, на все дни жизни. Боже, благослови Авианочку, помилуй ее, сохрани ее. Аллилуйя Тебе! Аллилуйя Тебе! Аллилуйя Тебе слава! Слава Тебе чудный! Слава Тебе небесный! Слава Тебе, что этих беззащитных птенцов, Ты силен сохранить их у алтарей Твоих, Царь мой и Бог мой. Хвала за все Тебе! Аллилуйя Тебе чудный! Господи, я держу на руках Флорина. Смотри, какой хороший. Благослови его, милосердный. Помилуй его, сохрани его, как сноб потрясения на все дни жизни, чтобы он, Господи, был Твоим рабом, Твоим слукою, чтобы милосердный. Он всегда был инструментом в руках Твоих святых. Охраняй его и оберегай его. Милосердный! Мы его посвящаем, а Ты управи этими судьбами детскими. Хвала Тебе за все! Аллилуйя Тебе! Чудный наш Бог Спаситель! Всю Церковь нашу помилуй и благослови. Так много деток и каждого в отдельности. Сохрани, милосердный и благодатный, и родителям дай и мудрость, и Твое святое помазание влагать Твое Слово, и чтобы Твоя благодать им помогала. Хвала за все Тебе! Аллилуйя Тебе! Чудный наш Бог Спаситель! Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! Аминь! Мой дом и я, служить один Тебе, Христос, лишь одному. Но дай мне силы самому, послушный быть рабом Твоим. Но дай мне силы самому, послушный быть рабом Твоим. Тебе, как жертву, отдаю себя и всю мою семью. Услышь, Господь, Богу мою и благодатью средь Твою. Услышь, Господь, Богу мою и благодатью средь Твою. Благословенный вы у Господа, слава Богу! Как прекрасно! В Доме Божьем детей благословляем. А сейчас именинники этого месяца. Новый год, январь месяц. Пожалуйста, пройдите на платформу. Кто в январе родился, а может быть, кто вообще еще не получал благословения, пропустили когда-то, пройдите на платформу, церковь помолится, благословит вас. Как это важно? Это так просто, но это так необходимо, важно, и это очень могущественно. Это руки Господни вас будут обнимать. Пусть Бог благословит. Проходите, проходите, не стесняйтесь. Щедр, милостив Господь, долго терпелив, много милостив, не до конца гневается, не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его, как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши, как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, ибо Он знает состав нас, помнит, что мы перст, дни человека, как трава, как цвет полевой, так Он цветет, пройдет над Ним ветер, и нет Его, и места Его уже не узнает Его. Милость же Господняя от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, помнящие заповеди Его, чтобы исполнить их. Все вышли? О, много как именинников в январе месяце. Помолимся Господу, принесем их, сотворим такую искреннюю, сердечную молитву. Господи, слава Тебе, чудотворный, слава Тебе, всемогущий, слава Тебе, благодатный, Отец Вечности, Князь мира, слава Тебе, слава Тебе. Мы знаем, где положить, Господи, детей Твоих, у алтарей к Тебе, в молитвы несем их, чтобы Ты их помиловал, сохранил и благословил. Я знаю судьбы своих святых, Ты блюдешь и держишь в руках мудрых, святых и небесных. Благослови каждого, от самого маленького, кто вышел на платформу, и до самого, Господи, Боже милосердный, пожилого, милостивая рука Твоя, да будет над всеми нами, объемлемо нас Духом Твоим святым, сохрани всех нас силою Твоею небесною, облики и одень правдою, и истинною Твоею одень наш. И, Господи, не оставляй нас, оберегай нас, как зеницу ока, храни нас, а мы Тебе поклоняемся и за все, за все Тебя, Боже, благодарим Тебя и верим, что Ты всегда с нами во все дни жизни до скончания века, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Говорит Господу, привежище мое, защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю, ибо Он охраняет Тебя под крыльями Его, Ты будешь безопасен, щит и ограждение, истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящей днем, язвы ходящей во мраке, заразы опустошающей в полдень, падут под для Тебя тысячи, десять тысяч одеснуя, а к Тебе и не приблизятся. Только видеть будешь очами Твоими возмездие нечестивым. Ты сказал, Господь, мое упование. Слава Богу, братья и святые, и кто сказал, что Его Господь, так и будет, так и будет. Поздравляю вас, дорогие, всех именинников, каждого, всех деток поздравляю, и всех пожилых, сестер и братьев. Все мы с вами нуждаемся в Боге и в Его покровительстве. Хранит вас Господь. Пожалуйста, садитесь на свои места. Дорогие братья и сестры, у меня такое объявление или просьба. мы с женой получили весь там одна семья, в Сибири живут, они вообще-то, он друг моего детства, когда-то мы вместе в Киргизии росли. У них очень серьезное, такое тяжелое положение. Они переехали в Сибири, там у них очень трудно и финансово, и кроме этого, ихняя дочь, 16 лет, по-моему, всего лишь заболела раком, и не хватает финансов, ну, и на пропитание, на лекарства. И вот мы с молодежью, там наша семья и некоторые с молодежью напекли самцы, хотим помочь этой семье, вот, чтобы, это, расположить свои сердца, поучаствовать, и мы отправим им. Все-таки так жалко, знаете, я посмотрел ее, это, облучили, эту девочку лысая, вот, 16 лет, мама плачет, почти всегда в больнице, там с ней дома, очень жалко стало, и хочется, чтобы как-то помочь, молимся, ну, и финансово поддержать, поэтому пусть вас Бог благословит, поучаствовать в этом. Братья и сестры, еще такое объявление, наш Григорий Каноненко, он опять напек рулетов, и там будет возле двери продавать на благотворительность, он ничего для себя не делает, но все делает для Господа. Давайте будем соучастниками, благословим, купим, мы любим эти рулеты, купим, и еще что-то, и пожертвуем. Да благословит Господь! Ну, будем заканчивать наше собрание, вот здесь записки есть, нужды сестер и братьев, помолимся, попросим милости, брат, тут опять за Петюра Пала просят, ну, даже нас и просить не надо, я думаю, мы все помним, за Розу помолимся, Василия Никора, это люди, которые нуждаются, ну, я так знаю, знаете, братья, даже если мы иногда там и упустим что-то, Бог никогда не упускает, но все-таки мы должны подвязаться, молиться, носить бремена друг к другу, здесь очень много записок, и все такие скорбные, одна, другая тяжелее, помолимся Господу, попросим милости, и закончим наше собрание.